Привет! Этим видео я продолжаю рубрику, в которой собираю интересные обсуждения и истории с тематических форумов на Reddit, посвященных Destiny 2. Первый пилотный выпуск этой рубрики можно посмотреть по ссылке в описании к видео или в всплывающем окне. А под этим роликом я жду твоих комментариев, может быть и ты сам встречал какие-то интересные дискуссии, истории, делись ссылками. И может быть самое интересное я возьму в следующий выпуск. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдет тем игрокам, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленному функционалу сервиса больше нет необходимости передавать свои данные. Сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти новый рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется постоянно много, а цены стали ниже и доступнее. Теперь на двинге есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVibe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. За последние несколько недель в сообществе обсуждалось много негатива. Вы сами знаете, как много багов, патчей, отключений серверов было в игре. Кажется, что чаще не было никогда. Я такого не помню, по крайней мере. Но обо всех проблемах я уже так или иначе говорил в отдельном видео, поэтому сегодня постараемся избежать этого и обсудим что-нибудь интереснее. Например, ссылкой на следующую тему со мной как раз поделился один из вас. Пожилая леди говорит всем привет. В 2019 году я довольно много играла в Destiny. Из-за потери в семье я на какое-то время потеряла всякий интерес к игре. А недавно мой сын убедил меня купить Обитель Теней, чтобы посмотреть, смогу ли я снова заинтересоваться игрой. Я решила, что за цену в 9 долларов стоит попробовать. Сейчас мне 69 лет, я женщина. И я вновь увлеклась игрой. Я так многого не понимаю в этой игре, в частности, какое оружие оставлять и как выбрать снаряжение. Не говоря уже об улучшении этого самого снаряжения. Но я чертовски хорошо провожу время и думаю, что просматривая YouTube и читая кое-что в интернете, я смогу получить информацию о том, как правильно заботиться о своем страже. Если у кого-то есть предложение о том, как лучше изучить все механики игры, я буду вам очень благодарна. К сведению, мой страж охотник. В настоящее время его уровень силы 1751. Вчера мой сын, ему 20 лет, провел большую часть дня, помогая мне пройти Обитель Теней. И вот только что я купила Королеву-Ведьму. Не знаю, буду ли я играть в Конец Света, поскольку кажется, что новые способности слишком быстры для меня. Но пока что я просто чертовски классно провожу время. Продолжайте делать то, что делаете. Я уверен, что вам точно понравится Королева-Ведьма. Я тоже женщина в возрасте, 65 лет. И я часто играю с другими ребятами, кому за 50. Ты можешь найти меня по нику на Xbox. Я играю с первого дня первой части Destiny и безумно люблю эту игру. О, спасибо, но я играю на PC через Steam. Это не проблема, в игре есть кроссплей и вы можете сыграть вместе. Мне нравится то, что я тут вижу. Я иногда чувствую себя единственной пожилой дамой в игре. И видеть то, как играют женщины старше моего возраста, это приводит меня в восторг. Мне всего несколько дней назад исполнилось 53. Мой сын подсадил меня на игру незадолго до «За гранью света». И теперь у меня зависимость. Не забывайте фокусироваться на том, что доставляет вам удовольствие. Иногда это фьерро, чувство триумфа, преодоление трудностей или челленджа. Иногда это просто исследование и наслаждение музыкой и пейзажами. Иногда это просто уничтожение всего, что движется. Кроме того, выбирайте навыки и оружие, которое вам нравится. Например, я плохо обращаюсь с револьверами и снайперками, так что я просто нечасто их использую. Иногда я пытаюсь научиться лучшему обращению с ними, но обычно я возвращаюсь к тому, что у меня получается лучше. У каждого есть свои любимчики. О да, я обожаю музыку в Destiny 2. 45-летняя Леди Страж на месте. Передаю привет тебе, моя напарница. Приветствую, мне сейчас 50. Я использую light.gg, чтобы определить хорошие роллы оружия. Или иногда я просто сравниваю дубликаты и выбираю те, которые не имеют слабых перков. Вроде Адажио. Хотя, если ваш сын играет регулярно, я уверен, он сможет помочь вам выбрать оружие. О да, он великолепен. Последние два дня у него были выходные в школе и мы провели много времени вместе. Он помог мне пройти обитель теней и первые миссии королевы ведьмы. Мы выяснили, что я очень плохо прыгаю. Лол. Я не так много времени провожу со своим сыном, потому что между учебой в университете, работой и его девушкой, и другими друзьями, у него немного времени. У него и правда довольно напряженная жизнь, но игра дает нам возможность заниматься вместе тем, что нам обоим нравится. Оу, звучит весело так проводить время. У меня нет детей, поэтому у меня нет такого опыта, но мы играем с моим парнем. 43-летняя леди на связи. Надеюсь, в вашем возрасте я все еще буду играть в какую-нибудь игру от Банжи. И очень надеюсь, что эта игра будет с лучшим ПВП. Кстати, если вы когда-нибудь решите поиграть в ПВП, прежде посмотрите на ютюб видео от True Vanguard, Cool Guy или Ками Кейкс. Они все очень милые и доброжелательные, и у них много отличного полезного контента. Я реально ненавижу ПВП, особенно Гарнила, потому что я обычно умираю в первые полсекунды, лол. По словам моего сына, моя стойкость на броне очень низкая, но возможно, это потому что я не понимаю, что я делаю. Он внимательно следит за тем, чтобы у меня было выбрано лучшее снаряжение. Может быть, когда я немного окрепну, я попробую Гарнила. Но как бы я не любила Гамбит, а я его люблю, меня довольно легко убивают захватчики. Ева Леванте, это вы? Неа. 71-летний парень здесь, я так рад видеть, что я не один великовозрастный игрок. Эй! Дружеское напоминание, что этот ролик вышел на канале только потому, что есть страничка на Бусти. Мы продолжаем собирать легкими шажками денежку на новое оборудование, которое мне необходимо после переезда. Взамен на Бусти ты можешь получать эксклюзивные статьи по сюжету игры, утечками информации и смотреть ролики раньше остальных подписчиков без рекламы. Мы уже, кстати, разобрали некоторое превью к следующему сезону. Что за подводные монстры, что случилось со Слоун и все вот это вот. Ссылка будет в описании, буду очень благодарен. Я немного опоздала в этот трейд, но он заставил меня улыбнуться. Мне только-только исполнилось 53, и видя столько женщин моего возраста и даже старше, мне хочется танцевать. Но так, не вставай с кресла, потому что, знаете, бедра. И если вам когда-нибудь понадобится напарница, с которой вы будете сражаться плечом к плечу, я с радостью приму участие. Никогда не волнуйся о том, насколько хорошо ты играешь. Никто не становится лучше, пока ему не помогут. Ох, блин, я был бы безумно рад сгонять в рейд с 70-летним игроком. Эй, мне 69, а не 70. Я даже не играю в Destiny. Играл в нее раньше, когда она только вышла. Но я думаю, что это очень полезно, что вы и ваш сын играете вместе. Я бы все отдал, чтобы хотя бы один член семьи играл со мной во что угодно. Будь то мой старший брат или кто-то другой из моей семьи. Но, увы. Я помню, как играл в шахматы и другие настольные игры с моим отцом в детстве. И это были одни из моих самых любимых воспоминаний. Так что я хотел бы получить похожие ощущения сейчас, но снова, увы. Так что продолжайте. Вы замечательный человек, раз не только пытаетесь, но и наслаждаетесь игрой. Я рад, что вы получаете такое удовольствие. Всегда приятно слышать о людях, играющих в видеоигры, которые не соответствуют стереотипу молодого мужчины. Игры должны быть для всех. Я бы лично рекомендовал вам проходить дополнение по порядку, так как это будет иметь больше смысла с точки зрения сюжета. К тому же вам нужно пройтись за гранью света, чтобы получить доступ к стазису. Возможно, вы захотите попросить своего сына объяснить некоторые сюжетные моменты между дополнениями, поскольку Destiny все еще больше и больше смещается в сторону сезонного повествования контента. Я являюсь фанатом именно лора, но все равно, это ужасно с точки зрения сезонных пропусков. По окончании года сезонный контент удаляется из игры, якобы потому, что игра не может справиться с таким количеством контента. И, честно говоря, в последнее время банджи не очень-то стараются справиться с этим страхом упустить что-то. Но я надеюсь, что в какой-то момент им это удастся. Тем не менее, я уверен, что вам понравится Королева-Ведьма. Мой сын тоже очень увлечен сюжетом и объяснял его мне по ходу игры. Должна признать, что играя в Королеву-Ведьму, я тоже все больше и больше интересуюсь сюжетом. Прежде всего, с возвращением в Страж. Я сожалею о вашей потере, к сожалению, я знаю каково это. Мне 42, я женщина, и я играю на Иксбокс. Основной персонаж Варлок, но я также очень люблю своих твинков. Живу в Швейцарии, но если я могу быть полезна, напишите мне. Я также состою в клане и общаюсь с людьми, которые всегда готовы помочь. Хотя большая часть моего клана и находится в Великобритании, и часовые пояса могут быть проблемой, все равно просто дайте нам знать, если мы можем поддержать вас каким-либо образом. Важно проходить игру в своем темпе. Конец света вышел уже 4 недели назад, и я, например, все еще немного ошеломлена изменениями, которые Банджи внесли в игру. Но это весело, и я бы не хотел жить без этой игры. Что касается оружия, попробуйте разное, посмотрите, какое из них вам нравится, а затем, если вам захочется, вы можете пойти и попытаться найти похожее оружие с перками, которые хорошо сочетаются с вашим стилем игры. Плюс довольно много оружия теперь можно создавать. Однако, прежде чем я напишу здесь целый роман, я желаю вам много радости и веселого времени в Destiny 2. Если вам когда-нибудь понадобится помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне. А если я не смогу помочь, я найду того, кто сможет и захочет это сделать. Выше нос, страж. Хорошо, что ты вернулся. Хороший пост, спасибо огромное. Что ж, меня самого очень всегда трогали и интересовали подобные истории, как написал один из комментаторов об игроках, которые не попадают в стереотипы. В западном сегменте YouTube часто попадались ролики с тем, где помогают пройти какую-нибудь активность людям старшего возраста или наоборот детям до 10 лет. Например, Трайлсы закрывали. И это всегда может быть забавным контентом, это всегда интересно наблюдать, это мило и интересно. Но вот, несмотря на то, что я сам играю в игру с первого дня, никогда не играл ни с кем в таком возрасте и не сталкивался даже близко. Не знаю, есть ли в нашем комьюнити что-то подобное. Мне кажется, это потому, что большинство людей старше основной аудитории боится, что ни у кого не хватит терпения или желания на то, чтобы помочь им разобраться с игрой. Но я убежден, что в сообществе достаточно добрых людей, как нам и показал этот трет на реддите, которые готовы помочь. Я бы сам с радостью записал подобный ролик, когда появится такая техническая возможность. Так что пишите в комментариях свои истории, своих друзей, кланов, напарников, игроков, которых вы встречали. Или если чувствуете себя старшим среди молодых стражей. Расскажите, за что полюбили эту игру и как в нее пришли. С чем сталкиваетесь в качестве трудностей или в какие режимы никогда не играли. Уверен, что это будет интересно прочесть и может найдутся люди, готовые вам помочь. Спасибо за просмотр. Если понравилась тема ролика, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать коммент для продвижения видео. До связи!